Это Давича. Продолжаем выпуск о том, что ждет кировчан 5 января в день прибытия Олимпийского огня в наш город. Рассказали сегодня представители власти, партнеры Олимпиады и факелоносцы. Встреча прошла во Дворце единоборств. Подготовка к одному из главных событий года длилась три месяца. И сегодня стал известен точный маршрут эстафеты. Где в Кирове пронесут огонь Олимпиады, расскажет Екатерина Зубарева. Пресс-конференция, посвященная прибытию Олимпийского огня в наш город, началась с презентации маршрута. Его общая протяженность составит больше 30 километров. Стартует эстафета в 10-20 утра от железнодорожного вокзала. И проследует по улице Комсомольской, затем по Карломарксе до Профсоюзной. Оттуда Олимпийский огонь двинется к Александровскому саду по набережной Грина и по Динамовскому проезду на стадион Динамо. От стадиона Динамо по улице Казанской до улицы Московской. Затем Московская, Володарского, Спасская и улица Ленина. В это время на площади у филармонии развернутся праздничные мероприятия. Здесь будут выступать творческие коллективы города, а также пройдут конкурсы и аттракционы. От филармонии Олимпийский огонь двинется по улице Воровского и по Октябрьскому проспекту до площади Лепсе. Затем эстафета совершит полуторачасовую остановку у стадиона Родина. На театральную площадь огонь прибудет в 17.20. Праздничные мероприятия там продлятся до 8 часов вечера. Всего в проведении эстафеты Олимпийского огня примут участие 160 факелоносцев. Я понимаю прекрасно, что такое несение факела, несение огня Олимпийского. Это великая гордость, наверное, и честь каждого участника. Движение всех видов транспорта с утра и до вечера 5 января будет ограничено. Продажа алкоголя в этот день будет запрещена. Екатерина Зубарева, Даниил Кочкин, Бюро новостей Дайвича.